Всем привет! Сегодняшнее видео без лишних слов подарит тебе видео урок по созданию сверкающих ногтей с помощью глиттера. Итак, для начала рассмотрим схему нанесения всех глиттерных гелей. У нас есть ноготок. Покрытие глиттерных гелей разделяется на два этапа. Первый этап это покрытие первой зоны. Наносим глиттерный гель более тонким слоем около боковых валиков. Я штришками отмечу зону, где мы покрываем первый слой. Можно гелем немножко зайти. У свободного края и около кутикулы. Покрыв эту часть ноготка, отправляем сушиться в лампу. Второй этап покрытия. Также рисуем ноготок. У нас уже есть просушенная первая зона. Это слева и справа. Также небольшой участок на кончике ногтя. И переходим к покрытию второй зоны. Вторая зона это центральная часть ногтя. Эту зону покрываем более толстым слоем геля. После выкладки этой зоны также сушим в лампе. Если первую зону в лед лампе мы просушиваем 20 секунд. В ультрафиолетовой лампе достаточно одной минуты. Это время для того, чтобы гель схватился. А второй слой мы уже просушиваем полностью. В лед лампе это 30 секунд. И в ультрафиолетовой лампе это 2 минуты. Сейчас я покажу, почему мы покрываем в два этапа. Рисуем ноготок. Это вид ногтя сбоку. Если гель мы будем выкладывать сразу по второй зоне. То есть по центральной линии ногтя. То весь выложенный гель будет стекать к боковым валикам. Образовывая при этом тонкий слой на центральной оси. И большие карманы у боковых валиков. Также данный гель может стекать и на сами боковые валики. Глядя на торец ногтя. Это будет выглядеть приблизительно таким образом. Слева и справа возле боковых валиков огромные мешки геля. И по центральной оси тонкий слой. То есть ноготь теряет свой товарный вид. Сейчас перейдем к самому созданию глиттерного геля. Такие гели делают с густой основой. Это может быть густая база или густой гель. У меня есть новый гель сахарный. Он сохнет как в ультрафиолетовых, так и в лед лампах. Как видно на видео, этот гель очень густой. Им хорошо наращивать ногти. Для создания глиттерных гелей он не очень подойдет, так как чересчур густой. Также есть гель-усилитель от фирмы Коко. Этот гель также густой, но немного жиже от предыдущего. И совсем жидкая база, также от фирмы Коко. Она абсолютно не подойдет для создания глиттерных гелей, так как сильно жидкая. Для глиттерных гелей подойдет гель средней вязкости. Мне нравится использовать усилитель гель фирмы Коко. Этим гелем удобно делать выравнивание ногтевой пластины, также укрепление тонких ноготков, ну и создание глиттерных гелей. Для начала капаем на палитру объемную каплю геля. Затем в этот гель добавляем любые пайетки, которые у нас есть. Я беру красные. Также я сюда добавлю серебряный пигмент. Этот пигмент мы используем для создания зеркальных ногтей. Обычная фтирка. Добавляю небольшое количество. Ссылку на все материалы я скину в описании под видео. Также сюда я добавлю красного блеска среднего помола. Теперь тщательно все перемешиваем. Берем плоскую кисть и нагребаем полученный гель кисточкой. Аккуратно выкладываем полученную смесь в зоне номер один. То есть слева и справа от ноготка. Также тонким слоем проходимся на кончике ногтя и около кутикулы. Первый слой делаем более тонким. Сушим в лампе. Теперь набираем объемную каплю данного геля. И ее выкладываем на зону номер два. На центральную ось ноготка. Кисточкой плавно разравниваем гель по всему ноготку. И сушим в лампе. После просушки снимаем липкость. Берем бафик и зашлифовываем ноготок. Чтобы он был гладким. Нигде ничего не торчало. Обязательно бафиком проходимся в торце ногтя и у боковых валиков. После покрываем ноготок топом и смотрим, что получилось. Красивые переливы необычного ноготка. Глядя на торец ногтя, видим красивую арочку без образовавшихся мешков у боковых валиков. Это все благодаря правильной выкладке геля глиттера. Гели глиттеры можно делать из любых блестинок, пайеток и даже из камефубуков. Сейчас я возьму камефубуки зеленого цвета. Добавлю небольшое количество на палитру. Также добавлю блеск среднего размера зеленого цвета и более крупные блестки золотого цвета. К этой смеси сухих блесток добавляю гель средней вязкости, гель усилитель. И все тщательно перемешиваем. Хорошо смешав полученную смесь, выкладываем на ноготок в уже известной нам комбинации. Более тонким слоем выкладываем у боковых валиков. Небольшой слой можно выложить у кутикулы и на кончике ногтя. Этот слой отправляем подсушиться в лампу. После просушки набираем уже более объемную каплю геля и выкладываем на центр ноготка. Разровняв ноготок, отправляем сушиться в лампу. Снова же снимаем с ноготка липкость и бафиком зашлифовываем ноготок, чтобы камефубуки нигде не торчали, не цепляли ноготок. Покрываем ноготь топом, который просушиваем в лампе и смотрим на результат. Необычный красивый переливающийся ноготок. Также глитерные гели можно делать из конфетти. Я беру сочное яркое конфетти, нагребаю небольшое количество, добавляю оранжевого блеска среднего помола, капаю небольшое количество геля-усилителя или любого другого геля средней вязкости. Все тщательно перемешиваю. Ноготок может быть как прозрачным, так уже с нанесенной основой. Если на ноготке уже будет цвет основа, то пайеток и блесток, создаваемый гель-глитер, добавляйте меньше. Выкладываем смесь на ноготок. Более тонким слоем выкладываем у боковых валиков, кутикулы и на кончик ногтя. Конфетти аккуратно разравниваем кисточкой, чтобы они не были слеплены в кучку. И отправляем подсушиться в лампу. Набираем большую объемную каплю конфетти и выкладываем на центр ноготка. Также кисточкой разравниваем конфетти, отправляем сушиться в лампу. После того, как убрали дисперсионный слой, то есть липкость, проходимся бафиком, зашлифовывая все торчащие участки на ноготке и покрываем топом. Если вы видите, что неровности все еще остались, вы можете сделать выравнивание с помощью топа. Сначала покройте ноготок тонким слоем топа, затем добавьте более объемную каплю и разровняйте по ноготку. Топ высушили в лампе, ноготь готов. В результате получаются красивые, яркие и необычно блестящие ноготки, которые подойдут в любое время года. Также, благодаря правильной выкладке геля, вы сможете создать аккуратные, правильные и ровные ноготки. Все материалы, которые я использовала в видео, указаны в ссылке в описании под видео. Спасибо, что смотрели мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки, а также поставьте колокольчик сверху в углу экрана, чтобы не пропустить мое новое видео. Пока-пока!